Бسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد. Мы продолжаем наш разговор о том, как должны совершать интимную близость и какие правила нужно соблюдать при совершении интимной близости. Мы в тот раз и на предыдущей серии подчеркнули, что к этому вопросу нельзя мусульманам относиться легкомысленно и нельзя небрежно относиться к этому вопросу, потому что Аллах, subhanahu wa ta'ala, уделял этому вопросу должное внимание. В тот раз мы говорили, что очень важно еще раз напомнить об этом, о том, что право на наслаждение от интимной близости имеют оба стороны, как мужчина, как муж, так и жена, а не только одна сторона — это мужчина. Сегодня, иншаллах, мы поговорим о том, какие правила нужно соблюдать. Первое, самое главное правило — это чтобы при совершении интимной близости не было совершено ничего греховного. Конечно, перечислять все, что является разрешенным, невозможно, потому что основа, что все является разрешенным, а запрещение является исключением. То же самое, когда речь об интимной близости. Основа, что все является разрешенным между мужем и женой. Основа. кроме запрещения, которое является исключением. И то, что мы сегодня и сейчас будем перечислять. Что запрещено при совершении интимной близости? Во-первых, запрещается совершение интимной близости во время менструации или послеродовых кровотечений. Это очень важно. И это то, что подчеркивается в аятах, которые мы прочитали. Они спрашивают тебя о менструациях. Скажи, они причиняют страдания. Поэтому избегайте половой близости во время менструации. Потому что это доказано в медицине тоже о вредности совершения близости во время менструации как для женщины, так и для мужчины. Не только для женщины это вредно, но и для мужчины это тоже вредно. Второе, что запрещается, это так называемый пассивный гомосексуализм. Об этом запрете говорится во многих хадисах изречения пророка Мухаммаду, а также говорится в аятах, когда Аллах сказал, «Ваши жены являются пашней для вас, подходите с любой стороны, вы бы пожелали». Но подходите на пашню, то есть подходите таким образом, чтобы от этого подхода был конечный результат, возможная беременность. Возможно. А естественно, при пассивном гомосексуализме такой возможности не будет. Следующее, что запрещается в отношении интимной близости, это совершение ее днем во время Рамадана. Во время Рамадана, когда мы обязаны поститься днем, и интимная близость нарушает пост, значит, запрещается ее совершение днем во время Рамадана, то есть с рассвета до захода солнца. Также запрещается интимная близость, и даже в данном случае не только интимная близость, даже запрещается и любые действия интимного характера во время Ихрама. Это то состояние, в котором иногда находится паломник, когда совершает хаж, и об этом говорится в сура номер 2, Ая 197. Запрещается также во время интимной близости, запрещается вредительство. Конечно, уважаемые зрители, уважаемые братья и сестры, мы не можем перечислять, и это не уместно, и не нужно перечислять все подробности об интимной близости. И никто иногда спрашивает, вот таким образом совершать разрешено, таким образом такой вы, и так далее. Я не стану об этих подробностях говорить, но я хочу сказать, вот это очень важное правило. Запрещено вредительство. Вредительство как в отношении мужчины, так и в отношении женщины. Поэтому это бывает иногда, исходя из конкретного человека. Например, для данной женщины вот таким образом считается вредным. Поэтому в данном случае это нельзя принимать, нельзя таким образом совершать. Вредительство запрещено, и пророк, салулаху ассалям, об этом говорил в одном из речений, запрещается вредительство самому себе, и запрещается вредительство другим. Также, когда мы говорим о вредительстве, здесь не подразумеваем только вредительство для здоровья, телесное здоровье, но и вредительство для психологии. Поэтому, опять-таки, мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили, напоминаем, вредительство для психологии женщины в основном бывает тогда, когда она чувствует, что она является предметом для удовольствия. Она участвует в получении удовольствия. Это одно вредительство психики. Поэтому пророк, салулаху ассалям, велел очень вежливо относиться к женщинам, о чем мы говорили, когда мы говорили о том, что нужно достойно к ним относиться. Аллах, субхану и та'аля, сказал, обходитесь с ними достойно. Здесь подразумевается любые отношения, в том числе интимная близость. Поэтому достойным образом ее совершать надо, для того, чтобы это не оставило, скажем, такой плохой след у женщины. К сожалению, в некоторых странах, даже в мусульманских странах, есть такие традиции, традиции, которые придерживаются народы, хотя они мусульманы, но они не поддерживаются исламом. Это когда, например, тем более в первой брачной ночи, якобы, что он должен именно в этой ночи мужчина, если он хочет доказать свое мужество, значит, обязательно девственницу надо, нужно девственную обложку надо разрушить в этой ночи, и предпринимаются дикие меры для этого. Это, конечно, уважаемые братья Иисусы, это абсолютно запрещено, это абсолютно не допускается с точки зрения ислама. Поэтому мы говорим о том, что перед совершением даже близости рекомендуется, чтобы это самого акта или акту предшествовала ласка со стороны мужа. Это то, что даже мы знаем из истории пророка Мухаммада, и как говорит Аиша, когда зашел к ней пророк, в первой ночи он угощал, он говорил с ней и сам пил из этого же стакана молока, которым он угощал ее. То есть, Мухаммад, с.а.вс. и другие моменты его жизни говорят о том, что он был очень мягким, обходительным со своими женами. Поэтому это тоже мы говорим, когда разговор идет об интимной близости. Даже то, что Аллах, с.а.вс. говорил в аяте Кур'ана и «уготовьте для себя». Что значит здесь «уготовьте для себя»? Конечно, это мало достоверно именно объяснение этого предложения, что это означает «уготовьте для себя почву, мягкость, ласка и так далее». Здесь больше ученые говорят «уготовьте для себя», то есть читайте то дуа, которое положено читать перед совершением интимной близости. Но этот дуа находится в книгах, вы можете с ним ознакомиться. Поэтому я хочу в завершение подчеркнуть. Мы перечисляли основные моменты, уважаемые братья и сестры. Мы перечисляли основные моменты этики, будем так говорить, совершения интимной близости. Для того, чтобы стало ясно. И мы подчеркивали более важные моменты этого вопроса. Поэтому даже мы можем все это, все эти моменты мы можем объединить или сократить двумя предложениями. Двумя предложениями. Первое предложение — это, чтобы было обоюдное наслаждение, взаимное наслаждение во время этой близости. И второе, очень важно, чтобы не было никакого вредительства никому. Вот это, чтобы не оставляло никакого плохого, отрицательного следа ни у одной из сторон. Тогда мы можем уже сказать спокойно, что, аль-хамду лиллях, все соблюдается с точки зрения ислама. Дай Аллах, чтобы интимная близость совершалась в рамках того, что Аллах говорил, чтобы это было одним из источников вознаграждения и наслаждения для обеих сторон. Дай Аллах, чтобы мы руководствовались шариатом, потому что шариат нас не оставляет нигде и везде он дает нам необходимые руководства. Субханك Аллахома وبحمдик Ашхаду Аль-Ла-Илла-Ант Астагфирука Атубу Ильик